Якутия в мире Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях Павел Гавышев, шеф-повар из Москвы. Добрый день, Павел! Спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче. И, пользуясь случаем, мы от всей нашей команды поздравляем вас лично и ваших коллег с получением двух звезд Мишлена. Добрый день! Спасибо большое! Такое событие, знаковое, наверное, для нас, потому что, как мы знаем, вы единственный пока якутянин, который работает в таком ресторане, где есть звезды Мишлена. Да, спасибо большое. Но, скорее всего, это как бы не моя заслуга. Я уже пришел, ну, хоть я и пришел туда до получения звезд, да, то есть, относительно недавно за неделю. Но это большая заслуга очень шеф-повара этого ресторана и всей команды в целом. То есть, если бы не команда, то, я думаю, там никаких звездных бы они не мечтали. Можете вот немного подробнее рассказать о своей работе, в чем она заключается? Ну, в целом я занимаюсь развитием вообще ресторанного бизнеса в Якутске, на Дальнем Востоке. Вот. У меня есть фирма, которая сопровождает, ну, без разницы, бары, рестораны. Если человек хочет открыть ресторанный бизнес, то я ему помогаю. То есть, от проекта, от проекта кухни, от проекта всего заведения, от доставки, ну, без разницы, что. То есть, все делаем под ключ. Также я провожу разные вечера. Вот у нас скоро будет Волан-Дэ, ужин, посвященный якутской кухне. Вот. И до этого мы тоже проводили в 2019 году неделю якутской кухни в Москве. Вот. Потом проводили в Волговещенске в 2020 году. Очень часто я езжу на Дальний Восток, в том числе и в Хабаровск, проводить и популяризовать нашу кухню, наш продукт, чтобы о нем знали, чтобы повысить гастротуризм у нас в Якутии. А можете, пожалуйста, рассказать нашим слушателям, что же такое вот Мишлен, что это дает вообще не только ресторанам, а целым странам в плане развития гастрономического туризма? Ну, Мишлен – это сам по себе справочник. То есть, справочник – гид-путеводитель по ресторан-индустрии. То есть, есть он во многих странах нашего мира, да, и в этом году он пришел в Россию. Вот. Ну, и, насколько я знаю, очень долго велись переговоры о заходе Мишлена именно в Москву. То есть, Мишлен заходит не в какую-то, ну, в страну, а именно в какой-то город. Да, то есть, с этим договорится администрация самого города, да, в том числе. И Москвы, в общем, так как база Мишлен базируется в Париже, в Франции, у них есть какие-то свои, допустим, какое-то правило, да, то есть, походу в ресторан. Ну, то есть, вот эти в 2019-м должен был, ну, то есть, они подписали, то есть, они хотели зайти в Москву, но договоры долго слишком велись, и поэтому только в 2021 году Мишлен пришел в Москву. Я вот подробности, извините, не знаю, да, то есть, в своих переговорах, но я знаю то, что там определенная цена уплачивается в год, вот. Ну, примерно, допустим, та же Даня, ну, Копенгаген, допустим, уплатит, ну, примерно 5 или 6 миллионов долларов в год. Вот, сколько заплатила Москва, я не могу знать, но я думаю тоже цена будет чуть побольше. Вот, а в целом, это справочник, который показывает туристам вообще, куда нужно, в какие здания ходить. Это повышение лояльности самого города, то есть, чтобы поток туристов увеличился, да, чтобы Москва была, ну, она и так сейчас центр столицы, чтобы, ну, посещаемость еще больше была. В целом, чтобы, допустим, даже одну звездочку заслужить, это нужно очень долго и кропотливо работать. В целом, это положительно сказывается на туризме, на потоке, да, на узнаваемости. Да. Скорее всего, после получения этих звезд очередь, запись. Да, но вот, как мы только получили две звезды, 14 октября это было, на следующий день уже все забито было до марта следующего года. То есть, и каждый день полная посадка. Но это тоже сложновато работать так вот. Очень интересно, и вот хотелось бы узнать ваше мнение, да. Вы как раз вот упомянули свою вот миссию, скажем так, по популяризации якутской кухни. Как вы думаете, можно ли развивать гастрономический туризм в Якутии? И если да, то что для этого нужно делать? Так, хороший вопрос. Ну, во-первых, нужна слаженная работа бизнеса, малого бизнеса и власти. Это первое. Я думаю, власть должна прислушиваться, либо собирать какое-то собрание, да, и услышать идеи предпринимателей, мне так кажется. Потому что многие предприниматели, которые занимаются ресторанным бизнесом, они очень креативны. Они много летают, много видят. То есть, в целом, как-то стараются, имея свой бизнес, как-то развить его здесь. Мне кажется, нужно привозить различных блогеров, шеф-поваров, каких-то, может быть, медийных личностей именно сюда. Чтобы они как-то оповещали где-то в своих соцсетях, возможно, на ютуб-блоге, что действительно, как бы, у нас якутский очень хороший локальный продукт. Ну, мы все знаем то, что у нас очень красивая природа. Мы все гордимся нашими ленскими столбами. Плюс у нас тут поле с холодом. Вот. И при этом мало кто знает, что у нас действительно есть такой хороший продукт, допустим, рыбы, мясо, какие-то субпродукты. То, что именно растет. Плюс люди, которые, ну, занимаются своим ремеслом, да, то есть, разводят свой скот. Да, то есть, содержание скота, я думаю, это тоже такое ремесленное дело. Вот. Это тоже нужен такой труд и упорство содержать, допустим, в чистоте, в заботе, то есть, кормить тех же ребят, да, то есть, они чтобы скармливались, чтобы мясо было вкусное. Это тоже большой труд, мне кажется. И как-то больше, возможно, делать каких-то праздников, каких-то фестивалей, потому что мы знаем то, что у нас есть вкус Якутии, который проводится раз в год, но этого мало. То есть, ни летом, ни весной, ни осенью не проводятся никакие фестивали. Раньше проводился и КТ-фест, это было от Синангрупп. Вот, это единственное место, где народ отдыхал. По-моему, это было в парке. И хорошо было бы, чтобы как минимум 3-4 мероприятия в год проводилось на открытом воздухе, я думаю. То есть, по-вашему, вот наша национальная кухня, она может стать визитной карточкой как самого региона, да, так и, наверное, народов, которые здесь живут. И хочется вот узнать, это вот всё-таки тоже является неким инструментом коммуникации, когда вот, например, разговариваешь с представителями других регионов, да, с представителями других стран. О каких особенностях вот нашей кухни вы рассказываете, ну, своими иностранными или российским друзьям, да, и о чём вообще рассказываете, когда говорите про Якутию? Ну, во-первых, рассказываю то, что у нас очень хороший продукт, у нас очень гостеприимные люди. У нас хоть и холодно, но и одновременно, то есть, жарко летом. Я, ну, горжусь своим городом, горжусь республикой, где я вырос. Может быть, я не всю её съездил, да, то есть, думаю, я исправлюсь в скором. Рассказываю, что, ну, в основном про природу, про наш продукт. Я очень часто рассказываю про нашу жеребятину именно в Омском улусе, если вы знаете то, что у неё такой определённый жир розовый, да, то есть, потому что она ест траву, которая, допустим, растёт только там, и поэтому получается вот такой красивый цвет. В основном, да, только про природу, про еду. То есть, с кем я встречаюсь, с шефами, да, то есть, им интересно, то есть, какой у нас продукт, что мы с ним делаем, как мы его применяем, вот это. Это очень интересно, и интересно, что, когда смотришь на вас, когда вы говорите о своей работе, да, и, в принципе, о поварском искусстве, у вас уже взгляд даже меняется. Ну, видно, что вам это очень интересно самому. И такой вопрос. Можете вот нашим слушателям рассказать, как вы начинали свой путь? Всегда ли мечтали стать поваром, да, всегда ли интересовались, как делаются те или иные блюда, что за ними стоит? Ну, я долго себя искал, то есть, я относительно недавно начал работать, это началось 11 лет тому назад, в 2010 году, а до этого я долго искал себя, года два или три, то есть, чем мне заняться, я много где работал, вот, и потом один прекрасный момент, посоветовавшись матери, я сказал то, что, ну, говорит, ну, ты вроде всегда помогал бабушке вымешивать тесто, да, может быть, ты пойдёшь в кулинарный, попробуешь себя. Я такой, ну, почему бы нет? И вот в 2010-м я поступил в колледж, который находился, это якутский колледж, по-моему, техникум и сервис, который напротив кинотеатра Лена находился. Ну, и начал, допустим, через полгода где-то работать. Вот, у меня началась практика, и я попал, там попадали по распределению, по заведениям, ну, по столовым различным, я попал в столовый дом правительства. И тогда начался мой путь, то есть я начал, как и многие, наверное, повара, заготовки, да, то есть мне в первый же день принесли мешок рыбы, вот, мне это казалось так ужасным, то есть, ну, как это, то есть я до этого, то есть не чистил рыбу, то есть тут на тебе сразу мешок. И я его где-то целый день чистил, и все, и потом с этого начиналось, потом я пошел поэтапно, там же различные цеха, допустим, есть мясной, мучной, горячий, холодный. И вот я в течение больше полугода я там работал, я обошел все цеха, и потом подумал, как бы мне надо двигаться дальше. И все, и потом потихоньку, постепенно, то есть у меня бывали в такие жизни этапы, я очень много раз попадал именно на открытие ресторана с нуля, то есть не уже в действующее заведение, а я видел уже, как открывается ресторан именно до, ну, до открытия. И это было очень интересно, и ты начинаешь запоминать, как это все делается, какие-то рабочие процессы видишь, и это очень, наверное, помогло в этом. И, ну, наверное, удача какая-то присутствовала в этом. И вот интересно узнать, какие блюда вам самому нравится готовить? Мясные, там, мучные. Готовить я люблю именно что-то связанное с завтраками. То есть это какие-то сырники, возможно, это какой-то омлет, либо что-то там на скорую руку, какой-то там супер-бутерброд, так его назовем. А в целом нравится практически все, все, что связано с кулинарией. Допустим, если брать за рецепт какой-то, да, определенный, ну, я же не буду его делать ровно по книге рецептур, которая указана я, то есть что-то добавлю от себя, какой-то ингредиент, который там не присутствует, либо уберу его, если мне это покажется как бы, ну, не должен быть там. Можете вот поделиться своими планами на ближайшие годы, может быть? Ой, ну планов очень много. Планы грандиозные на 21-й, на 22-й. Есть планы, я думаю, если получится, вы о них скоро как бы узнаете. Спасибо большое, Павел. Мы желаем вам дальнейших успехов. Очень надеемся услышать о ваших новых проектах. И хотелось бы, пользуясь случаем, попросить вас сказать несколько слов, наверное, тем, кто нас сегодня слушает. Спасибо вам большое, что пригласили. Я всем желаю в наше время здоровья, то есть это будет актуально, побольше улыбаться, побольше радости, легкой зимы, возможно. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Павел Гамбышев. И для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце, родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор 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 А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok